друзья всем привет сегодня слушаем такой комплект в каком-то смысле можно сказать винтажный собственно говоря почему появилась идея этого видео потому что один человек попросил продемонстрировать ему силок вот этот самый одиссей в общем то что сейчас делать буду давайте начнем начнем с колонок значит слушать мы будем вот такие винтажные колонки магнат msp 60 это акустика друзья 1988 года новости трехполосная на 8-дюймовых низкочастотниках вот такой даже не знаю что за материал среднечастотник и алюминиевый twitter вот акустика имеет фазинвертор он находится сзади вот здесь причем не по центру идет как бы бог ну вот такие вот клемки обычные значит достаточно увесистые колонки точно не помню но одна колонка где-то 14-15 килограмм вот сопротивление в акустике 4 ома дед диапазон воспроизводимых частот с 33 герц до 34 килогерц по чуйке я вам точно не скажу но предполагаю что-то в районе 91 децибела что в общем-то очень даже неплохо то есть по сути друзья это как бы большие полочники значит по мощности что мы имеем по мощности мы имеем следующее значит а вот сопротивление 4-8 ом ну тут не написано значит номинальная мощность 90 ватт и 130 ватт музыкальная мощность и так это был 1988 год а усилок у нас 1984 года и друзья это усилок одиссей у 010 можно слушать две акустические системы но не одновременно то есть либо одна либо вторая есть индикаторы перегрузки баланс вот это вот единственное смотрите от баланса чиха вот положение на вот не знаю вот тогда баланса чиха посередке стоит у нас тембр низких частот высоких значит линейная чиха фильтр инфракрасных частот это видимо для винилового проигрывателя регуляторы громкости минус 10 децибел минус 20 децибел что такое реверс даже не знаю это может быть подача сигнала по-другому и регулятор моно значит входы находятся вот здесь сбоку но я использую такой современный провод там с той стороны пятишка идет а здесь идет обычно вот такой на телефон проводок знаете друзья всегда меня парил в советских усилках вот эти вот обозначения поди пойми что они значат ну логически я понимаю это скорее все звукозаписывающий аппарат это для перезаписи кассет например то есть это вход идет в усилок и здесь два выхода с усилка значит сзади клеммы переделаны не мной другим человеком под обычные крутилки вот усилок весит я друзья сейчас не помню врать не буду может там 15-17 килограмм то есть увесистые и номинальная советская мощность 2 по 50 ватт и собственно говоря давайте проведем как бы демонстрацию и послушаем разную музыку значит включаем слушаем так у нас подключено на с1 учили первую пару сейчас первая музыка чисто по кнопкам мы бегаем по кнопкам слушаем вот дальше будем уже слушать музыку давайте так нам надо надо учитывать такой важный нюанс который я часто говорю что музыка играет с телефона у которого я не буду даваться в килоом и ну что вам понятными цифрами было выходное напряжение где-то сто сто пятьдесят милливольт а усилков обычно нормальное рабочее напряжение до двухста пятидесяти милливольт то есть получается даже при скажем при той игре что он играет он будет играть приблизительно в два раза тише чем как бы должен если поставить например сидишь ник леди видишь ник то при этом громкость будет в 23 раза больше итак погнали проверяем кнопочки играет по себе баланса а музыка тише стала музыка стала совсем тихо что за реверс не знаю что за реверс но какое-то переключение происходит моно смотрите нажимаю кнопку моно теперь в стерео теперь линейная чиха слушайте но на данной акустике линейная чиха особо много не дает так все посмотрим давайте добавим но это для винила поэтому здесь мы скорее всего это и не поймем а это лаудная смотрите слушайте но как то так то есть в принципе в принципе я скажу легкие легкие шуршания есть очень легкие едва уловимые но ничего такого критического чтобы резал скажем так слух я думаю эти шуршания скорее всего связаны с тем что усилитель используется очень редко раз в несколько месяцев и при постоянном использовании эти легкие шуршания ну исхожу из своего опыта должны как бы пропасть вот а теперь мы просто слушаем музыку собственно говоря и давайте сейчас я буду выбирать разные композиции значит у нас все по нулям ничего не нажато и слушаем сейчас выберу что-нибудь кто поверит я и сам не верю и Боль на счастье, то ли на беду У меня семь пятниц на неделе И тринадцать месяцев в году Моё небо синий небомазок Что-то мне по жизни принесёт Я крещен, а может быть помазан В общем, я счастливый, вот и всё Я счастливый, как никто 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 До конца его дней Ни петлички, ни лычки С кем на стенке моей Легко Шоша не подвинил Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья Слушайте, на мой вкус шикарная акустика Для таких полочников Кайфовый, сочный, мягенький, упругий бас Достаточная мощность, например, для квартиры Так, чтобы соседям хватило Ну и усилок То есть акустика у нас 1988 года Усилок 1984 года При этом, друзья, смотрите Мы слушали с вами Здесь было достаточно громко Не дискотека, но все-таки громко Мы слушали с телефона Вот на таком положении где-то громкости Ну, может, вот так где-то Вот, но если бы мы слушали С DVD проигрывателя или с CD проигрывателя То тот же самый уровень громкости Был бы где-нибудь здесь Или даже вот так вот Потому что с телефона выходной сигнал 100-150 мВ С CD-шника Я, опять же, друзья Я не упираюсь в эти килоомы Я даю вам цифры Чтобы вам было понятно Просто чисто логически Значит, телефона 100-150 мВ С CD-шника где-то порядка 250 мВ Поэтому на CD-шнике тут было бы, конечно Приходить ручку громкости Мы выше половины бы не выкручивали Вот Ну и все, собственно говоря А вы делитесь своими впечатлениями С удовольствием их почитаю Вот, и все, как всегда Комментарий, лайк и подписка Все, друзья До новых встреч И всем пока-пока А, кстати, стоп Извиняюсь, извиняюсь Уважаемый Специально говорю для одного человечка Следующее видео будет Вернее, не следующее В следующем видео, друзья У нас будут Большие эстонские колонки Аудес А после этого Будет видео тоже По просьбе одного моего зрителя Который просил Послушать колонки Электроника 25AS На китайском усилке FOSI Audio TB10D Так вот Следующее видео Мы слушаем Шикарные колонки Аудес А через Ну, после него Друзья Мы будем слушать Электроника 25AS На китайском усилителе FOSI Audio TB10D Вот Ну все Теперь до следующих встреч И Скоро Также Мы послушаем Недешевую акустику FOS Prime Tower Причем Послушаем ее Как Здесь В помещении Так И мы послушаем Друзья На моем Отремонтированном Сделанном Втором этаже Там совершенно Новое помещение И друзья Там звук Совершенно другой Все До новых встреч И всем Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok